Сегодня в городском театре ученики анапских школ представили лучшие работы муниципального конкурса «Конституция России. Новое время. Взгляд. Поколение З». В жюри, который возглавил анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко, также вошли председатель муниципального совета Леонид Кочетов, заместитель главы курорта Роман Дикий, начальник управления образованием Екатерина Боровская. Все участники мероприятия отметили важность этой даты. Я хотел бы, прежде всего, всех поздравить с праздником, действительно. 25 лет, четверть века – это основа, в соответствии которой строится все законодательство нашей Российской Федерации. Конституция – это действительно, ну, дело, прежде всего, разворот в обществе, потому что совершенно другие нормы стали, другие определены ценности, и по которым сегодня и живет, и продолжает строиться наше общество. Повы, по которым мы сегодня собрались, довольно значны. В ситуации, в первую очередь, есть права гражданина Российской Федерации, которые закрепляют. Но, в то же время, есть и обязанности, которые необходимо неукосновательно соблюдать. На уровне муниципалитета есть нормативные правы акта главы муниципального образования, которые регулируют деятельность различных направлений, управлений, служб, ведомств. Ну, и вообще, начиная, может быть, от простых таких вещей, от беспричинности жильем, например, детей-силов, многодетных семей. Есть нормативные правы акты, которые регулируют на уровне муниципалитета первоочередность зачисления в детский сад. И куча-куча таких вот документов, которые мы принимаем и обновляем в течение года. И, понятное дело, что все они проходят правовую экспертизу, для того, чтобы мы понимали, что никаких оберегов мы не допускаем. Школьники Анапы подготовили мультимедийные презентации, в которых рассказали об истории создания Конституции и изменениях, которые вносились в документ, а также о тех, кто стоял у истока в становлении конституционного права современной России. Также ребята провели и социологические исследования среди учеников своих школ, выяснили, на каком уровне находится правовая грамотность старшеклассников. Такие конкурсы, и в этом сошлись все эксперты, позволяют современным школьникам узнать об истории создания российской государственности и праве гораздо больше, чем предполагает школьная программа. Я хотел бы всех отметить, все молодцы, все работали. И видно, что очень хороший, Елена Троуна, прошли вы предварительный отбор. Спасибо вам за муниципалитету и Роману Андреевичу, и председателю нашего совета депутатов, да, Леониду Ивановичу, хотел бы поблагодарить всех присутствующих, всех, кто организовал это мероприятие. По предложению председателя жюри, подобные конкурсы теперь будут проходить на регулярной основе. А сегодня все участники мероприятия, представившие свои проекты, были награждены ценными подарками и призами. Ирина Меркурьева, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.